Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами канал Деликатесик. Сегодня мы будем делать белковый крем на паровой бане. Или он еще называется швейцарская меренга. Его рецепт нам подсказали наши подписчики. Он проще, чем белково-заварной крем, но тоже подходит для украшения тортов. Но кроме рецепта, очень важна технология приготовления рецепта. Мы ее модифицировали и об этом наше видео. Полученный крем оказался лучше для выпечки безе, чем другие рецепты. Мы сейчас покажем вариант именно для украшения торта. По рецепту необходимо взять 100 грамм белка. Это больше, чем из двух яиц и меньше, чем из трех. Сначала мы вносим в тару белок, а после сахар. Чтобы избавиться от лишнего белка. То есть мы его выбираем лишнее. И вносим 100 грамм сахара. По рецепту у нас идет 200 грамм. Мы решили часть сахара поставить в конце. После паровой бани. Ставим на паровую баню и перемешиваем до полного растворения сахара. И вымеряем температуру. Температура белка должна достигать до 70 градусов. После того, как наш белок согрелся до 70 градусов, мы снимаем с паровой бани. И ставим под машину. Надо учесть тот факт, что наш белок теплый. И поэтому взбивается он по-другому, чем белково-заварной крем. Там мы под машину ставим охлажденный. А здесь у нас он теплый. Он охлаждается. И после этого увеличивается в объеме. Надо больше времени для взбивания. У нас по рецепту было 200 грамм сахара. 100 грамм мы ставили сразу, когда ставили белок на паровую баню. А вторую часть, 100 грамм сахара, мы взбиваем в пудру. Когда наш белок поднялся, мы добавляем лимонную кислоту. И небольшими порциями всыпаем пудру. Делаем это не спеша. Для взбивания нам необходимо 9 минут. Проверяем плотность белка. Такой белок подходит не только для безе, но еще и для украшения наших тортов. С такого крема можно делать любое украшение. А также безе. Попробуем отсадить наши большие безе, как мы ели в детстве. Здесь показана различная отсадка безе. Выбирайте, какой вам нравится. И ставим выпекать. Такое безе, оно очень большое, то есть оно крупное. Выпекается при температуре сначала 150 градусов, примерно 15 минут. После переключаем температуру до 100 градусов. Выпекаем 40 минут. Такое безе вы можете получить. Но если вам надо полностью до полного высыхания безе, вы ставите еще на час, и оно у вас полностью высохнет на 50 градусов. Такое немножко влажноватое безе идет, как часть декора. Этот вариант крема подходит, как и белково-заварной, для оформления тортов. Подписывайтесь на наш канал Деликатесик. Деликатесик. Продолжение следует...